всем привет наше новое путешествие начинается из дома вот вещи все раскидали вот даже мелкий хочет взять свой чемодан мама ему все складывает чё за чемодан молния макквин супермен ну все теперь кого-то будет дополнительный рюкзак чисто техники микрофоны упро ноутбук зарядки провода и вот эта камера чем больше снимаю видосов тем больше у меня техники все ради вас чтобы была хорошая картинка хороший звук все было чики-пуки так что оценивайте ставьте лайки если вам нравится качество и сам контент в общем прилетели мы в братиславу сейчас стояли на границе а после этого мы час ждали пока чувак из баджета придет чтобы нам машину отдать сейчас мы брать славе только одну ночку завтра сразу идем в австрию и в австрии уже начнется наше приключение мы приехали на 10 дней всего это немножко не типично потому что мы не в африке посмотрим европу вместе с семьей покатаемся отдохнем когда приезжаю в путешествие все время беру новую машину все время к не привыкаю какое-то время вот skoda первый раз еду тут еще робот понятия не имею как им пользоваться ахте нет не робот механик обычный механик он просто меня спросил типа умеешь на автомате есть я говорю да и дал мне механику непонятный чувак сравниваешь с машиной который ездишь дома который привыкаешь и всегда это сравнение не в пользу прокатных машин поэтому сейчас будем переучиваться немножко ну чё skoda поехали так между чем-то танцевать забирай катись колбаски смотрите какой брелок у меня подключение потерялись написано что слишком ленивые что выйти по лестнице этот отель нам выбрала юля для особо ленивых где миша спит миша спит здесь я здесь ты там как-то нет где на скольчике а я с вами где буду спать здесь что время 7 утра завтракаем по-быстрому выезжаем сегодня нас ждут великие дела мы едем в город градс это где-то 250 км отсюда расстояние небольшие но нам надо много чего успеть так что спать будем дома да отвык я путешествую с семьей все эти вечные сборы по часу с группой проще так в 7 часов выезжаем все кому сколько надо время на завтраком на сбор рассчитывайте сами в семь у выхода все здесь не так здесь ну щас 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 10 минут ой щас щас я в магазин схожу ой щас щас я схожу ой миша туалет хочет ой я не переоделась о это то это все блин время 8 30 ну ничего страшного мы же на отдыхе мы отдыхаем правильно так что будем буду подстраиваться восточная европа очень сильно похожа на себя сама такие дома в советском стиле много машин скажем так не самых дорогих не самых новых в основном все шкоды и много рено вот смотрите еще есть словахский язык написано в яст мы вы догадались на что это значит да парковни заплатите пред выездом ну конечно относительно америки в европе с сервисом немножечко похуже вот дальном тачку вчера ночью не видно было но так и могу вам сказать и не даже не моют то есть они просто один сдал другой взял бензин заправили все на вся грязная вся пыль на какие-то крошки ну такая как не очень чисто стекла вон видите грязные какие вот в америке конечно такого нет там тебя приехал там те очень во первых на выбор будет 1000 машин во вторых все машины будут вылезаны и ты или момент можешь поменять машину притискать теплой чуваке чудо фигня может не нравится давайте-ка поменяем вообще без проблем иди выбирай какую хочешь цены примерно такие же думаю единственно в европе бензин дороже здесь где-то евро 20 стоит бенз а в америке где-то наверное около 80 центов может быть там 70 ну плюс-минус там просто в галлонах все смотрите сегодня значит мы едем в град в град я хочу сходить в музей арнольда шварценеггера так нам это по пути почему бы не заехать синим сам грация в городке тиль и после этого мы поедем в маленький маленький городок в австрии не помню как называется там будет проходить айронмен у меня там несколько знакомых участвует том числе один друг он меня позвал поболеть за него это вот в принципе наша причина почему поехали ну решили совместить то есть он там выступает один день у него соревнования весь этот день он будет плыть бежать либо ехать на велосипеде а мы будем просто болеть за него но и потом еще мы поездим по европе немножко посмотрим европу тех странах трех я не был по-другому Подобрали попутчика, едем по пути в Грац, Виктор с нами едет, подвезем его до Граца, немножко ехать, примерно километров 40-50 нам. Спасибо большое. Ты идешь сюда? Да, мы идем сюда, мы снимаем немного. Если мы можем, мы познакомимся на дороге. Спасибо большое. Удачи! Подвезли человеку, рассказали, куда мы едем, он тоже захотел сюда приехать. Это музей Арнольда Шварценеггера, пятикратный, семикратный, сколько вам, восьмикратный мистер Олимпия, актер в тысячах фильмах снимался. Это его дом, он здесь родился и вырос, и сейчас пойдем посмотрим вообще, как он жил. Билет стоит 6,50 евро. А, это его военная форма. Восемнадцать лет его позвали в армию. Это я, это я, это я. Это ты? Да. Он даже поменьше меня был, чем я сейчас. Видишь, форма такая маленькая? Ну смотри, он был маленький. Ага. А ботинок у него был не маленький. Ничего себе! 45-й, наверное. Это кровать, на которой он спал. Вот его стена. Телек, понятно, не его. Но, представляешь, как маленький Арнольд здесь сидел и мечтал, кем он ставит. Он, наверное, не мечтал, он просто делал что-то, чтобы кем-то стать. Вот его размер нынешний. Сейчас он гораздо побольше меня, да? Вот его губернаторское кресло и стол. Еще так вот сидел. Все, губернаторское кресло. На втором этаже находится кухня. Качалка его. И комната его актера, как актера. Но это уже понятно, что это музей, это не жилой дом. Мотоцикл. А это мотоцикл? Да. Из фильма Терминатор 2. В кадре. Мама, это мотоцикл. Ну это, наверное, один из самых известных его фильмов. Терминатор 2. Да. И наших жилых мотоциклов. Да? Да. Вот такими приспособлениями он качался. Ну да. Видишь, главная мотивация, а не то, какие у тебя. Тренажеры. Обычные. Трос металлический, какие-то. А кроме рук, что можно с помощью этого тренажера качать? Ну, все что угодно. Тут же, видишь, верхний блок и нижний блок. Ты и руки, и спину можешь качать, и плечи. Ну, в принципе, и руки частично. Смотря как. Но я имею в виду, что качество тренажеров несет далеко не первую роль для того, чтобы накачаться. Гораздо важнее мотивация и стремление к этому. Все, выходим. Горошая рывиска прямо на выходе. Вот такой маленький отель, маленький домик, где родился, жил и вырос Арнольд. Встретились с Арсланом. Арслан – это знакомый, общий у меня с Сергеем Симоновым. Он помогает мне вот с экскурсией вот по этим местам классным, где Арнольд родился, вырос, жил, так сказать, становился. Периодически к нему обращаются люди, которые хотят получить экскурсию с Куртом Майнером. Либо просто экскурсию по этим местам. Либо еще какие-то с кем ты можешь помочь. Попробовать, по крайней мере, организовать экскурсию. Понятно, что это знаменитые люди, и у них свой жесткий график. Но, по крайней мере, попробовать. В основном, чем я занимаюсь, это как у меня прямые выходы на тренеров, на его близкие и друзей. Обычно вот так сложилось обстоятельства, что меня просят ознакомить с его окружением. Некоторые просят помочь организовать встречу с Арнольдом. Сразу говорю, я это не могу сделать. Ну, конечно, мне это легче как-то общаться с этими людьми. Если вопрос ребром поставят, меня познакомят, отведут. Я просто для себя такой цели не стоял. Понятно. Вот еще купил в музее Арнольда вино. Называется Арнис Ред. Любимое вино Арнольда Шварценеггера. Делают из местного винограда. Местное вино. Не написано марка. Ничего не написано. Секретная рецептура. Сам Арнольд ногами топчет виноград. Разливает покупку бутылкам. И вот здесь в музее продают. Вот я купил две бутылки. Одну могу подарить кому-нибудь. Делайте репост видоса. Ставьте ссылку в комментарии к видео. И одну бутылку кому-нибудь я выберу случайным образом. И одну бутылку вам подарю. Она, конечно, без автографа, Арнольда Шварценеггера. Но я думаю, он тоже будет интересно, приятно. Одну оставлю у себя. Какие подарки привез ты? Конфеты. Покажи конфеты. Вот у меня есть зрители. Они всегда голодные бывают. Так, это как конфеты называются, ты знаешь? Вот Арслан 6 лет в России не был. Он, наверное, хочет конфетки попробовать российские. Ты Арслану даришь? Вот клади сюда, в багажник давай. Так, так. Вот такие дари. Коробка. Так. Вот еще дари. Вот, Миша, молодец. Вот еще, дари, давай. Вот, давай еще. Дети сегодня у детей. У Арслана будет праздник, да? Они любят шоколад. Вот. Всяких праздников. Миша, ты такой добрый столько привез мне. Давай. Машинку подарим твою какую-нибудь? Вон, дари Арслану тогда машинку свою. Все. Какой ты добрый. Ты такой добрый. Да. Ну что, ребята, мы только что купили машину. Мерседес. И отправляемся на нем в Африку. В Дакар. Конечно же я шучу. Понятно, что наш пустынный волк уже давно где-то по Буркина-Фасо перекрашенный в золотой цвет гоняет. Возит. Не знаю, кого он возит, не буду говорить. Но, увидев эту машину, сразу такая ностальгия хорошая вспомнилась по тем временам, как мы у Дениса Рема купили этот Мерседес, как он нам помог его купить, как нам Загир помог его тюнинговать. И мы с Мишей потом его тащили в Африку чуть ли не на себе. Про этот экспонат сейчас скажу вам немного. Зовут его жену Мария, да? Ага. Был такой случай, когда он прилетел с ней в гости сюда, в Штаймарк, к себе на родину, со своей будущей супругой. Ага. Говорят, сел именно вот в эту лодку. Здесь доплыл, да, в лодке, здесь, на центр. На середину. На середину лодки доплыл. И оставил весла. Оставил весла, сделал ей предложение, сказал, выходи за меня замуж, и я обратно не уплыл. Ну и так она суточно получилась, так своеобразная, она вышла за нее замуж. Вот эту самую лодку они оставили как экспонат, как... Ага. История о нем, так скажем, о Африку. Красивая история. Ну вот я реально, вот я как бы, знаешь, раньше для меня это было просто как такая история. А сейчас вот это все видишь вживую, и совсем другое отношение к этому становится, и ты действительно проникаешься каким-то, ну еще большим уважением к человеку, потому что ты понимаешь, что это не просто, знаешь там, о, там в одном фильме снялся и знаменитый. А это реально человек, который потом и кровью зафигарил себе такую карьеру. Он стал тем, кто сегодня он есть. Кстати, в 2019 году он будет баллотироваться президент Америки. Ну вот. Он сказал, Трампа ненавидит. И сказал он, Трампа обещал. Он провел соцопрос, говорят. И большинство, которые нам сказали, что готов за него голосовать. И он готов... Ну супер. Я бы тоже за него проголосовал. Приехал бы в Америку. Да. И голосуй за него, да. Мы приехали, на самом деле, в дом к тренеру Арнольда Шварценеггера, Курта. Курт Майнелла. И сейчас немножко с ним пообщаемся. Возьмем у него маленькое интервью. Просто познакомимся с человеком. Это легенда, который вырастил другую легенду. Это так вот. В двух словах. Япония. Комбезух Аустросланд. Ага. Гешеньк. 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 Аустросланд. 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 Каждый человек по-своему талантлив. Но талант является лишь десятой частью успеха. И большая часть успеха это труд, тренировки. И то, как человек сам этого достигает. В случае с Арнольдом, у него был большой наставник в вашем лице. Считаете ли вы, что вы помогли ему стать успешным? Да. Я был. Винам, вихенам. Да. Силан Райнальд. Силан Райнальд? Я был первый дурак, который был. Ага. Короче, он и его брат говорит, что они были именно устремленными. Он сейчас отвечает на этот вопрос, да. Они были именно устремленными. И да, я вам помог где-то. Конечно, он не без него. И Арнольд с моим братом были очень целеустремленные люди. Но брат Арнольд умер, разбил к аварии. А были ли моменты, когда Арнольд хотел бросить спорт и уйти из него? Един ток. Един ток. Я тренировал. Он никогда не думал, каждый день я тренировал. Он говорит, что Арнольд просто всегда учил и смотрел, как должны профессиональные... И пытался подражать. Он следовал этому. Он тренировал, но в Америке. А он говорит, что раньше, когда он уехал в Америку, он постоянно ездил, каждый месяц ездил даже к нему. И более того, он тренировал его в Америке. Продолжал тренировать его в Америке. Кто для него Арнольд? Это больше, чем просто ученик? Нет, это все. Он каждый друг. Он для меня только трупом говорит. Какой главный совет тренеру? Не обязательно бодибилдингу. Просто любому тренеру вы можете дать, чтобы помочь воспитать новую звезду, нового успешного человека. Он дает один совет. Не насиловать человека, не напрягать его, а правильно тренировать его. Именно правильно. Нужно, чтобы все было эффективно. Эффективно. К примеру, человек говорит, берешь ты штангу, ноги поднимают, и сразу опускают штангу. Он говорит, не нужно. Поднял штангу, к примеру, и не надо резко. Нужно медленно опускать штангу. Он объясняет. Чтобы, когда ты медленно опускаешь, у тебя тогда мусор наращивается. Не нужно... Лишь бы, лишь бы говорить. Лишь бы напрять человеку. Спасибо большое за встречу. Было приятно познакомиться, пообщаться. Ну, в принципе, и все, наверное. Все. После небольшого интервью решили на озере искупаться. Как озеро называется правильно? Шварцензе. Черное озеро. Черная вода. Черная вода. Шварцензе. 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 В общем, нас Арслан пригласил на ужин. Приготовили национальное чеченское блюдо. Жижголныш, что называется, с курицей. Я ни разу до этого не пробовал. Юля, Миша тоже не пробовали. Спасибо. Спасибо хозяевам этого дома за приглашение. Сейчас будем пробовать новое для нас блюдо. Я уверен, очень вкусно. Я тоже уверен, что очень вкусно. Жижголныш делается из теста. Да, это делается именно из теста, но иногда женщины на быструю руку делают из больших таких крупных макарон, но это уже совсем другое. А это именно наш чеченский бренд, именно национальное блюдо. И им угощают таких, можно сказать, дорогих гостей. Спасибо. Не за что. Спасибо. А бульон для чего? Бульон это из вареного мяса. Для чего он угощает? А, ну как, это припевает. А вы часто такое кушаете или это как праздничный ужин считается? Часто. 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 Просто совался с друзьями. Уже праздник. Прекрасно поели у Арслана. От души нас покормил, приютил, отдохнули. И сейчас мы едем в самые настоящие австрийские Альпы. Городок Залямси. Самый крутой курорт, короче, в Австрии. Круче этого курорта нет ничего. Все арабские шейхи, которые хотят поехать в Австрию, они все льдят в Залямси. И там завтра будет проходить чемпионат по такому соревнованию, как Айронмен. Вы знаете, наверное, что это такое, да? Завтра мы вам покажем, как это выглядит изнутри. А пока смотрите, какие красивые горы. Как сказал Арслан, Австрия очень похожа на Кавказ. Субтитры подогнал «Симон»!